Здравствуйте! Это программа «День города» в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Площадь посольств. 40 участников форума древних городов открыли свои представительства в Рязани. Получить водительские права на гироскутер заслуживает ли внимание новая инициатива правительства. Свалка и ныне там. Мусорные контейнеры шести рязанских домов перестали вывозить. Форум древних городов – это уникальное событие не только для Рязани, но и для России в целом. Он стартовал 13 августа и продолжится чуть больше недели. Каждый день обещает быть насыщенным на события. Вот и 16 августа на Лыбецком бульваре открылась Посольская площадь. Пронск, Лович, Спарта, Казань. Лыбецкий бульвар превратился в по-настоящему международную арену. Более 40 древних городов разместили здесь свои условные посольства. Города представляют свое самобытное искусство, делятся своими впечатлениями, своим опытом, общаются. И в течение всех трех дней будут проходить мастер-классы. Гости Рязани и жители, туристы. Все могут познакомиться очень подробно с историей городов. Практически у каждого посольства представлен народный промысел, национальная одежда или украшение. Так у ворот с надписью «Смоленск» сидит гончар. Он изготавливает сосуд по старым традициям. Форма вази придается рукой, а узор рисуется специальным приспособлением. Однако самое главное действие начинается на сцене. Здесь прошло официальное открытие Посольской площади. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Рязанской области Николай Любимов приняли непосредственное участие в церемонии. На площадь у сцены вынесли флаги всех стран и городов-участников, коих насчитывается больше сорока. Полотна всех цветов еще раз подчеркнули многонациональность торжества. Игорь Щеголев и Николай Любимов выступили с переводчиком. Приветственные слова звучали на трех языках – русском, английском и немецком. Сегодня мы продолжаем эти добрые традиции и принимаем гостей. Я благодарю всех представителей древних городов России и мира, чьи флаги сегодня развиваются на этом бульваре, за то, что вы смогли принять участие в первом международном фестивале древних городов. Мы не только покажем друг другу, какие традиции заложены в наших городах, у наших народов, но и поговорим о тех общих проблемах, которые характерны для всех древних городов всего мира. Представители правительства поприветствовали хлебом и солью. А открылась площадь только после церемониального колокольного звона. После началась экскурсия по площади. Игорь Щеголев и Николай Любимов останавливались у каждого посольства, где представители города рассказывали и показывали свои основные промыслы. Настоящее действие разворачивалось у некоторых условных стен. Песни и пляски вместе с игрой на национальных инструментах, на которых также попробовали сыграть Николай Любимов и Игорь Щеголев. Народные музыканты оценили талант обоих мужчин. А после представителям правительства продемонстрировали национальный танец гостя Изловича – Болгарии. Экскурсия продолжилась. Ни один город не обошли стороной, и везде участники форума одаривали всех подарками. Касимовцы, например, угостили мужчин национальным пирогом, отметив, что попробовав такой, сразу же захочется посетить и сам город. Рисунки на песке, лепка из теста – все посольства были рады гостям. В итоге Игорь Щеголев отметил, что площадь функционирует так, как ей положено. Видно уже, что форум состоялся, и много приехало делегаций, и хочется, чтобы это было только начало, потому что до сих пор подобных собраний не было. Надеемся, что форум послужит именно этой задачей – объединить друзей, найти единомышленников, и вместе делать так, чтобы и нашим жителям, и жителям других стран было интересно приезжать в Россию, а гражданам России лезть по историческим местам за рубежом. Посольская площадь будет работать в течение трех дней, пройтись по экзотическим улицам между условными зданиями и приобщиться к другой культуре может любой желающий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Проконсультироваться по вопросам качества школьных принадлежностей можно с Роспотребнадзором. В Рязанской области начала работу «Горячая линия», на которую могут позвонить родители. Работать она будет с 15 августа по 3 сентября по телефону 8 800 100 22 62. Аналогичные консультационные пункты будут действовать в шести районах области. На улице Урисского образовалась свалка. Мусорные контейнеры, в которые выбрасывали отходы сразу шесть домов, убрали два месяца назад. Несмотря на это, жильцы продолжают относить мусор на старое место. Ситуация ухудшилась, когда свалку и вовсе перестали вывозить. Зловоние, которое источает свалка рядом с домом 14, корпус 1 по улице Урисского, чувствуется издалека. Гора мусора уже давно стала курортом для мух, уличных кошек и собак. Жильцы опасаются, что в скором времени из-за гниющих бытовых отходов в домах поселятся крысы и тараканы. Жительница одного из домов, Светлана Горшкова, уже обращалась в свою управляющую компанию, но безрезультатно. «Сказали просто, мы рассмотрим вашу заявку и все. Я спросила, почему на шесть домов нет ни одного мусорного бака. Она сказала, что это надо рассматривать, расположение, возможно ли вообще там баки поставить. Антисанитария какая-то вообще просто. Мусор сюда спихивают и спихивают уже постоянно. Собаки начали ночью бегать на стае, на ребенка нападают». По словам местных, все началось, когда жители одного из домов сменили управляющую компанию. После чего старая УК изъяла принадлежавшие им мусорные баки. Теперь несколько управляющих компаний не могут решить, кто же все-таки поставит новые контейнеры. Даже если местные будут выбрасывать отходы у соседних домов, проблему это не решит. Ведь в других дворах баков недостаточно. «Здесь, где детский садик, там два контейнера стоят. Там большую помойку нельзя сделать, поскольку детский сад, учреждение. Туда носить к радиозаводу тоже стоят два контейнера». Эта свалка – не единственный пример безответственности и равнодушия коммунальщиков. Рядом с общежитием по адресу Кальная, 24, мусор вывозят крайне редко. Контейнерная площадка – одна на несколько домов. Баки здесь переполняются регулярно, поэтому мусор выбрасывают где придется. «Конечно, запах стоит соответствующий. Антисанитария полная. Продукты валяются, мебель очень часто выкидывают. Старую сюда диваны, крупногабаритные. Соответственно, все это гниет». В нашем городе множество дворов, где не хватает контейнерной площадки или мусор вывозят нерегулярно. Если на жалобы не реагируют в ЖУ, то стоит обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру. К сожалению, эта проблема касается не только дворов, но и городских урн. Конечно же, стоит помнить, что чистота на улице города зависит не только от работы коммунальных служб, но и от самих горожан. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Исполняющий обязанности главы администрации Сергей Карабасов призвал жителей Рязанских окраин участвовать в их благоустройстве. Он отметил важность общественного контроля и вовлеченность жителей в процесс благоустройства города. Сергей Карабасов посетил одну из площадок местных инициатив в Дашково-Песочине. Он отметил, что благодаря поддержке местных инициатив развивается инфраструктура отдаленных районов. Скоро на территориях частных секторов, Конещево, Недостоево, Никуличи и других поселков появятся новые места для отдыха, праздников, для реализации социально значимых инициатив, о которых давно люди говорили и писали. В прошлом году в рамках поддержки местных инициатив по улице Песочинской состоялся первый этап благоустройства территории. Высажены с саженцы вишни, установлена детская площадка и кованое вишневое дерево. В 2018 году проходит второй этап благоустройства строительства спортивной площадки. Часть работ по асфальтировке уже произведена. В ближайшее время состоится монтаж резинового покрытия с разметкой. Будут установлены ворота и баскетбольные стойки. Инициаторами проекта стали местные ТОСы. В этом году благодаря беспрецедентному вниманию и финансированию со стороны правительства области в Рязани реализуются 37 проектов, выдвинутых активными горожанами. Это создание новых мест отдыха, спортивных и детских игровых площадок и многое другое. За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибло и 8 человек получили травмы. В регионе произошло 32 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено свыше 7 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержано 7 водителей в состоянии опьянения. 16 августа во втором часу ночи на автодороге Р-22 «Каспий», которая проходит по территории Скопинского района, произошла авария. 37-летний рязанец на автомобиле Nissan Pathfinder двигался по направлению с города Тамбова в город Москву. По предварительным данным, при совершении обгона мужчина не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения, где он столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Passat под управлением 53-летнего жителя Волгоградской области. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Passat и его пассажир, личность которого не установлена, погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Nissan и 29-летняя пассажирка другой машины госпитализированы в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В этот же день около 9 часов в Шиловском районе на 117-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород произошло столкновение двух легковых автомобилей Kia и Hyundai. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Hyundai Accent, двигался в сторону города Касимова. Не выбрал скорость движения, обеспечивающую безопасность дорожного движения. В результате чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Kia Spectra. Под управлением 66-летнего жителя города Москвы. В результате аварии водитель автомобиля Kia, а также водитель и пассажир автомобиля Hyundai получили травмы, от которых погибли на месте происшествия. Обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются. Землепроходец Виктор Атласов, вернувшийся из очередной экспедиции в район полуострова Таймыр, встретился с рязанскими журналистами. С 2015 года он совершает путешествие в рамках многопланового проекта «Полярная Россия». Мужчина стремится преодолеть путь от российских границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Каждый этап Атласов проходит в одиночку. Запас продуктов несет с собой, а из средств передвижения у него только надувная весельная лодка. Тысячу километров за 44 дня прошел Виктор Атласов по Таймыру. Этот поход – часть большого проекта «Полярная Россия». Путешественник решил, что называется, своими ногами пройти весь русский север. Таких экспедиций никто в мире еще не совершал. В этом году Виктор Атласов планировал маршрут от Норильска до устья реки Лены, но из-за непогоды пришлось его сократить. По Дудыпти почти 200 километров против течения. Три раза, а воду, а воду, весла ломал. С какой силой надо веслами двигать, чтобы ломать их. Ливни меня не очень-то беспокоили, хотя, конечно, намокнешь. А вот то, что ветер, получается, волна и ветер, если встречный или боковой, то уже, получается, плыть невозможно. Лодочка-то маленькая заливает ее. В этом походе Виктор Атласов видел диких гусей. Недалеко от его палатки в селе Хаттанга жила медведица с медвежонком. Но самое удивительное зрелище – мигрирующие олени, которых не пугают даже люди на моторных лодках. В путь Виктор Атласов, как правило, берет лодку, палатку, минимум снаряжения из еды, гречневую и овсяную кашу. В этот раз местные жители угостили его рыбой. Из-за того, что я трое суток сидел на озере Пясино, потому что там лед не давал дальше идти, я запасся рыбой и каждый день съедал в обед по рыбке. Свой путь специально для рязанских журналистов Виктор Атласов занес на карту. По реке Норилке он дошел до озера Пясино, затем пробирался тундрой до реки Хеты и уже по ней до села Хаттанга. Это один из самых северных населенных пунктов в России. На этом исследовании русского севера не заканчивается. В следующий поход Виктор Атласов пойдет в мае 2019-го. Его маршрут пройдет по реке Лени. Дина Ислева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». В Государственной Думе предложили регистрировать личный электротранспорт, такой как гироскутеры, сигвеи, моноколеса. Также депутаты хотят дополнить правила дорожного движения пунктами, касающимися регулирования поведения владельцев этого вида транспорта. Что же такое гироскутеры и популярный ли этот транспорт, смотрите в нашем следующем сюжете. Это чудо техники под названием гироскутер. Сотрудники магазина сказали честно, что служит он только для развлечения. Использовать его как серьезное средство передвижения не стоит, асфальт в городе не позволит, а аккумулятор держится 20 километров. Гироскутеры, кстати, различаются между собой. Есть как профессиональные модели, которые защищены от возгорания и влаги, а также взаимодействуют с мобильными приложениями. Так и обычные, на которых можно ездить только по асфальту или по пересеченной местности. Есть и детские модели. В комплекте с ними идут шлем, наколенники и налокотники. Впрочем, Александр советует использовать все это и взрослым. Причина очень простая. Максимальная скорость у детских до 10 километров в час, у взрослых вплоть до 15. Гироскутер один из самых травмоопасных видов транспорта. Даже больше, чем велосипед, чем самокат. Вот только разогнаться на таком в Рязани не так уж и просто. Не позволит дорожное покрытие. Основной вопрос в том, как научиться на нем ездить. И не тяжело ли это? Работает он на двух моторах и аккумуляторе. Встаем и он нам помогает балансировать. Чтобы научиться на нем кататься, потребуется всего 15 минут. Александр рассказал, что лучше всего получается это у детей и подростков. Людям постарше потребуется до получаса. Поэтому такое средство передвижения и пользуется в большинстве своем популярностью именно у подростков. Они уже наловчились на нем кататься, да и делают трюки куда лучше, чем на других средствах передвижения. Конечно же, это опасно. Вот только передвижение на этом виде транспорта никак не регламентировано. В основном все на совесть у родителей. Детей, которые катаются на гироскутерах, в городе увидишь нечасто. К тому же, сейчас действуют несколько пунктов проката. Чаще всего расположены они в торговых центрах. И катание превращается в развлечение. Проходит оно всегда под пристальным наблюдением профессионалов. Неизвестно, будет ли принято новое предложение депутатов о регистрации электротранспорта и изменении пунктов ПДД. В настоящее время этот вид транспорта не более чем развлечение. И катаются на нем обычно в присутствии профессионалов, друзей или родных. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В минувшие дни рязанцы увидели самый зрелищный звездопад – метеоритный поток Персиды. Его ежегодно наблюдают в августе, когда Земля проходит через шлейф полевых частиц, оставленных хвостом кометы Сфифта Тутля. Метеоритный поток Персиды засняли в минувшие выходные с 10 по 12 августа в районе села Старофурлова. Наблюдатели отметили, что безлунная ночь обеспечила хорошее наблюдение даже самых слабых метеоров. Очевидцы сообщили, что можно было просто смотреть в небо и считать падающие звезды. А при наличии биноклей телескопа еще и совершить экскурсию по объектам Солнечной системы и глубокого космоса. Рязанцам рассказали о погоде на сентябрь. По сообщениям заведующего отделом долгосрочных прогнозов Гидрометеоцентра Владимира Тищенко, температура в начале осени будет в пределах нормы. Норма для Москвы, например, составляет 11 градусов тепла. По словам Владимира Тищенко, в начале сентября среднесуточная температура будет равна примерно 14 градусам. Это около 18 днем и 10 градусов ночью. С другой стороны, согласно данным за последние пять лет, первый осенний месяц будет очень теплым. Температура опустится ниже отметки 25 градусов только к 15 сентября. Кому из них верить, покажет только время. С другой стороны, судя по данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождливый сентябрь может наступить и раньше. Так, в ближайший час с сохранением до конца суток, 16 августа, на территории Рязанской области местами ожидаются грозы с порывами ветра 12-17 метров в секунду. В связи с предстоящей ветреной погодой, Главное управление МЧС России Рязанской области рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры личной безопасности, не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач, деревьями, по возможности ограничить время нахождения на улице. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.